Продолжение следует... Девушка, позовите, пожалуйста, врача. Сорок минут уже прошло. Ну, слушай, ну, пожалуйста. Работают врачи. Спасибо. Продолжение следует. Сейчас все анализы принесут вам результаты. И мы в палату определим глав врача. Раздевайтесь с тобой, сложите. Посторонние, выйдите из смотровой. У него было бы не соль, то он не сможет сам раздеться. Ниночка, мы задерживаем людей. Сейчас, сейчас. Продолжение следует... Прохоров! Угу. Прохоров! Исай! Я не смогу. Как я могу? Я что за тебя буду? Кулачок. Работай. У меня три дня нет мочи, я же поэтому приехал. Малитина. Прохоров-равматиста не хочет. Анализы нет? Сходи, пока у беременной мочи. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Угу. Сидите, сидите, сидите. Расскажите мне, что с вами случилось. Нет, я здесь. Покажи доктору вот снимки. Ага. Да-да, сейчас. Так, сейчас. Да. Вот. Вот. Вот доктор. У него все время отходили, все время отходили камни. И мне сказали, что из левой почки. А потом сказали, что она замолчала. Да-да, я вижу. А есть еще новые снимки? Это внутри года уже. Да, конечно. Это в прошлом году делали. А давайте, выложите, мы вас посмотрим. Давайте, я помогу, аккуратно. Ну все было хорошо. Извините, все было хорошо. Ну только, немножко песочек это ходил. А позавчера, да, позавчера Петя не смог сходить в туалет. Просто перестал. Перед этим боли были? Ну так, немножко, справа поясница. Инфаркты, инсульты были? Да. Два. Привет. Вот вообще не дает нас сейчас. Чего так? У меня там одурили. Ну иди, соперируй быстренько, и все. 34 года. Два инфаркта. Свежий инсульт. А камни где? А камни, я негативный, надо категоризировать к один высокий, а я боюсь. Он умер от меня прямо на столе. Ага. Иди подменись кем-нибудь. Никакой подменись, я ответственно дежурный. Хирурги, называем фишной школы. Я пошел. Чего мы увидимся? Цистоскопическая. Лариса сегодня. С наркотиками поаккуратнее, да? Я знаю, я все помню. Начнем с энергетиков. Привет, Валентина. Ларис, у нас капитализация, 74 года, два инфаркта, инсульт. Готовь при медикации. Давай про меду. Ну, начнем мы с энергетиков. Только сделай, пожалуйста, внутривенно. Ну, куда ты, Катя, стой? Чего врать-то? Туда, сюда. Сделай, пожалуйста, внутривенно. Я посмотрю, Кольку вернусь. Пошел. Завози. Раздевайтесь. Ложитесь на кресло. Женщина. Ну, вы мешаетесь. Едите в коридор. Ну. Да вы что с ума сошлись? Пожалуйста, будьте с ним помягче. Я прошу вас, пожалуйста. Идите ради Бога. Идите. Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Ну как, вы готовы? Угу. Нам надо понять, где находятся ваши камни. Если получится провести катетер мимо камня, то сегодня удастся избежать операции. Рядом сейчас стой. Может быть, и позвать ему на начало? Нет, не надо. Я предупредила. Угу. Все, все, все. Все, дышите, дышите. Самое страшное позади. Лариса, наполняй. Доктор, я хочу в туалет. Мы трудно терпеть. Федор Петрович, потерпите немного. Мы скоро закончим. Давай-ка, доктор. Слева препятство на пять сантиметров. Не могу пройти. Попробую справа. Угу. Так не видно ничего. Промываем. Стоп. Наполняй. Доктор. Доктор. Я не могу больше. Лариса, хватит. Уберите это. Я... У-у-у-у. Просите меня, Паша. Я не дороже, чтобы просили. Формедол внутривенно. Все, все, сейчас пройдет. Справа с препятствием 17 сантиметров. Не могу пройти. Зови Антадзе. Петр Петрович, у вас камень правой почки. Стоит очень высоко. Мы сейчас попытаемся еще, хорошо? Это же лучше, чем опираться. Михаил Лазарович. Петр Петрович, вы меня слышите? Глянь, что я снимаю. Вы меня слышите? Ага, слышу. Так, что у нас тут? Слева препятствия 5 сантиметров, справа 18. Не могу пройти. Бесполезно. Уходим? Уходим. Ты будешь его оперировать. Он же умрет у тебя прямо на столе. Схожу к дядюшке, попробую прикрыться. Марк Григорьевич, можно? Как? Конечно, Марк Григорьевич, проходите. Рад вас видеть. Как у вас дела? В шестую палату поступил больной. Абтурирующий камень. Единство функционирующей почки. Анурея двухдневная. Острая почечная недостаточность. Катетером пройти не удалось. Препятствия на 17 сантиметров. Ну и что, в чем проблема? Надо оперировать. Ну, он очень тяжелый, ему 74 года. Ну, 74 года, это же мальчишка. Два инфаркта и инсульт. Родственник есть? Жена. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте, доктор. Чем порадуете? А вот мочи нет в третьей сутки. Так. Давайте, обнажите живот. Так. Ну, что, будем оперировать. Но, должен вас предупредить, риск существует. Сами понимаете, сердце. У меня есть выбор. Думаю, нет. Значит, будем. Я вам беру, доктор. Раз от первого разреза до последнего шва. 20-30 минут, не более. В операционной, Владимир Петрович, попросите его не размываться. Он вам поможет. Пусть он тогда прооперирует, 6-я палата. Ну, на свои правила оперирует та бригада, которая принимает больного. Что у вас происходит здесь? Марк Григорьевич, можно я попрошу Владимира Петровича? Ну, я думаю, что он вам не откажется. Здравствуйте. Марк Григорьевич, приветствую. Кого смотреть? Прохоров, 6-я палата. 6-я. Я сейчас поспоряю, опишу. Спасибо. Владимир Петрович, спасите. Кого? Меня, Владимир Петрович. Вас охотно. Сейчас только размываешь? Владимир Петрович, не надо размываться. Я вам там в палату положила камень, верхний третий, единство функционирующей почки, анурию. Соберёшьте, пожалуйста. С чего вдруг? По дежурству сегодня вы больных оперируете? Ну да, но он совсем тяжёлый. Там два инфаркта в анамнезе, инсульт три месяца назад. Только вы можете сделать это быстро. Быстро похоронить? Владимир Петрович, у вас он точно не умрет. Возьмите, пожалуйста. Сколько лет? Семьдесят четыре. Ой, совсем хорошо. Анестезиолог смотрел? Уже смотрит. Хорошо. Извини. Привет. О, Нина, Валентиновна, давай быстренько получи у больного отказ и приходи цирк смотреть. Какой цирк? Я поспорил с Рыжим на сто долларов, что съем все яйца дежурной сменой. Ага, сейчас. Ну что, я подаю больного в операционную? Я трупом, наркоз не даю. Держите. Слушай, Макарь, можно я цирк посмотрю? Я цирк люблю. Антюхин, а ты в своем уме? Пациент вообще-то еще пока не умер, значит, трупом наркоз не даешь. Ну вот именно, что пока. Вы сделаете подготовку. Часа на полтора. Потом переберите анализы. А потом будет повторная консультация врача-анестезиолога. Я вам все подробно там написал. По пунктикам прям. Ладно? Слушай, это... А сколько штук тут есть? Двадцать семь. И что, ты все съешь? Конечно. Ты тут удаешь, слушай. Антюхин, у пациента анурия и обтурирующие камни с обеих сторон, а ты ему капельницу на полтора литра назначил. Ты хочешь дотека легких довести? Ну так тебе же лучше. Ласты склеят без твоей операции. Ну тогда, знаешь что? Бери его к себе в реанимацию и там и готовь. Значит так. У пациента состояние стабильное. И никаких показаний для перевода в реанимационное отделение у него нет. А после твоей подготовки обязательно будут. Вот тогда и поговорим. Я же написал вам повторная консультация врача-анестезиолога. Вы прочтите повнимательнее, дорогая моя Нина Валентиновна. Ну хорошо. Да. Прекрасно. Слушай, с ремонтами это не будет, точно. Девочки, кто у нас сейчас дежурный анестезиолог? Топленько еще. Слушай, точно, кто у нас сегодня дежурный анестезиолог? Нина Валентиновна, здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Какие проблемы? Ну хорошо, сволочь. Нет, не вам, девочки. Отбой. А вот это уже не коллегиально. Я ведь обидеться могу. Кому от этого будет лучше? А знаете что? Вы пойдите-ка и возьмите отказ от операции у пациента. И всем станет легче жить. Нет. Вы поиграли и хватит. Хочешь, я помогу? Я что, маленькая, что ли? Будет вам отказ, если так надо. Галина Васильевна, можно на минуточку? Спасибо. Петр Петрович, мы сейчас начнем подготовку к операции, но перед этим вам надо писать документы о том, что вы осознаете все возможные риски. то есть, доктор, вы хотите сказать, что я могу умереть? Риск очень большой, Петр Петрович. А без операции что со мной будет? Шансов, что камни отойдут самостоятельно, они крайне малы, но... Значит, без операции я точно умру. Ну, хорошо, если сделать операцию, у меня есть шанс выжить? Ваше сердце наркоз. Можете не выдержать. Но вы можете подписать отказ от операции. Ну, хоть один шанс есть? Один есть. Леночка, выйди на минуточку, пожалуйста. На минуточку. Я, ну, куда я пойду. Лена, нам с доктором нужно посекретничать. Одну минуточку. Я буду за дверью. Петр Петрович, доктор, послушайте, послушайте, я все понимаю. Если я умру после операции, то для вас это будет. И вы такая молодая. Вам это, вам это не нужно. Ну, послушайте, мы с Леной, у нас нет детей, и мы совершенно одни. и если я умру, она останется совсем одна. Я не могу ее бросить. Поэтому, если есть хотя бы один шанс, я не могу его не использовать. Вы не бойтесь, доктор, не бойтесь. На все... Петр Петрович, вы меня неправильно поняли. Я не хочу брать у вас отказ от операции. Это обычная формальность. Здесь о рисках возможного летального исхода предупреждено. Да, да, я все подпишу. Не волнуйтесь, доктор. Я зайду к вам перед операцией. Да ну что за, смотреть, что за яйца у вас такие. Давай кусай, 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 кусай. Посолил и давай. Папаил Журамович, что у нас в преемнике? Все нормально, там Товбин. Обязательно, я начинаю. У нас операция с вами, давайте вы яйца потом приведите. Ребят, я Антадзе нужен живой на операции. Давайте вы потом соберете. Ну правда. Ну правда. Разойдемся, а потом соберемся. Обещаю. Иди, Тарасик. Ты отказ получила? Получила. Согласие. Не умеешь ты с больными работать, Валентиновна. Хочешь я к нему схожу, он у меня любую бумагу подпишет, как миленький. Доктор, вы радоваться должны. Я вас этой операцией от кишечной колики спасаю. Ну хочешь я схожу, я серьезно. Нет, не хочу. Что, посмертный эпикрис пишешь, да? Это правильно. Ладно, будем и дальше жить в бедности. Без 100 долларов. Уже час прошел, пойду у Прохорова посмотрю. Молодость. Ну вот, Прохоров загружается. Угу. Алло, девочки, реанимация дайте мне Антюхина, пожалуйста. Ну давайте к Ту Свободину, Мурбанцеву. Ну, и что мне с ним делать? В операционную подавай. Да, Наташ, это Нина. Слушай, у меня Анурия и камень в верхней третий. Да, Антюхин смотрел, назначил подготовку. Нет, Наташ, я не буду больше ждать, я подаю в операционную. Пойдем. Владимир Петрович уже дома, так что оперируем сами. Пойду я покурю. Угу. Ленович, Лен, ты? Тише, тише, тише. Эй, осторожно. Хозяйство не повредит. Давайте аккуратно. Лену какую-то зовет. Видимо, тот еще лет. А где камень был? Вот. Спасибо. Нина Валентиновна, не уходите. Там задержка мочи. Поможете мне? Давай я Антаза скажу, он тебе поможет. Хочу с Прохором побыть обидной, будет, если не раздышится. Как все прошло? Хорош. Быстро управились. Не минут 30. Все, давай дальше сам. Хорошо. От последнего мужика с задержкой мочи. Молодец. Сейчас Валентиновна придет и начнем. Так Валентиновна не может. Она сегодня ответственная. Смотри салатами. Прохоров раздышался. Давайте уже поедим, наконец. Давайте. Держи, Валентиновна. Что она так к карамирю несет? Бать греческой, что ли? Что они постоянно таскают? Заешь? Ну, хорошо. Пошло. Вкусно. Саш? Что у нас в приемнике? Две колики и гематурия. Ну, отписывай всегда, мой вес нет. Если получится. Вы, Александр Яковлевич, учитесь работать с пациентами. Хорошо. Давай, давай. Сейчас, Галина Васильевна. На обход сбегаем и спишем. Хорошо-то как, а? Да. Хорошо. Простите, пожалуйста, а Нина Валентиновна еще не пришла? Нина Валентиновна, а ты пришла? Да, иду-иду. Иду-иду. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. А нас сегодня выписывают. Спасибо вам большое. Это вам спасибо. Я очень рада за вас. Большое спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Всего доброго. Спасибо. А почему она так покраснела, когда ты даю ей цветы? Молодая. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Лаборатория. Давайте быстренько по анализу. Урология, заберите своего. Ну, привет, девчонки. Привет, привет. Что-то не здоровались. Что там? Ну, не знаю. Как ты сидишь? Урология, сонка. Урология, сонка. Урология, сонка. Здорово. Что у вас, антекник с тобой? Антанза съел наконец-то. Яйца на вкус. Еще прям все? Как-то, возможно, прочее? Да? Все. А в прошлый раз? Пойдем. Серега, хирургия, острый геволь. Да, мужской. Все. Субтитры сделал DimaTorzok